Всем доброго дня! Это Гелиосар и Биология просто. Учебник Биология 8 класс, за авторством Сухоруковой, Кумченко и Цехмистренко. Параграф 57. Слуховой и вестибулярный анализаторы. Вестибулярный – это аппарат, который позволяет нам поддерживать равновесие, то есть определять, так сказать, ровно мы стоим или куда-то наклоняемся, то есть и этот аппарат за равновесие отвечает. Вспомните, из каких структур состоит анализатор. Прежде всего стоит вспомнить, что относится к этим самым анализаторам. Анализатор – это фактически такой общий блок из рецепторов, которые получают информацию, проводящих систем и, собственно говоря, анализирующих систем, то есть уже конечного самого по себе мозга. И к анализаторам относятся все органы чувств. При этом это могут быть как полноценные органы, так какие-то отдельные части органов, так и буквально отдельные клетки, как, например, вкусовые рецепторы или обонятельные рецепторы. Это просто отдельные клеточные образования. Слух служит средством получения информации, предупреждения об опасности, формирования эмоционального ответа на раздражение. Сигналы, получаемые от органов слуха о положении тела в пространстве, необходимы для чувства равновесия. Строение органа слуха. Орган слуха состоит из трех отделов, участвующих в восприятии звуков. Наружное ухо представлено ушной раковиной. Она улавливает звуки и направляет их в слуховой проход. Наружный слуховой проход ведет к барабанной перепонке, находящейся на границе наружного и среднего уха. В полость слухового прохода открываются сальные и некоторые другие железы, секреты которых выполняют защитную функцию. Поэтому, собственно говоря, чистить уши ватными палочками каждый день – это плохая идея. Вы можете, во-первых, повредить ту самую барабанную перепонку, а во-вторых, вы будете убирать эти самые защитные выделения. А вот раз в неделю, в принципе, это уже можно. Среднее ухо находится внутри височной кости. Представлено барабанной полостью и слуховой трубой. Внутри барабанной полости располагаются сочлененные между собой слуховые косточки – молоточек, наковальня и стремечка. Так называются эти три слуховые косточки. Слуховая труба соединяет барабанную полость с носоглоткой. Воздух, поступающий в барабанную полость из носоглотки, уравновешивает давление на барабанную перепонку со стороны наружного слухового прохода. Именно поэтому, когда мы оказываемся в самолете, и, например, самолет начинает взлетать, нередко закладывают уши. Дело в том, что давление воздуха в самолете меняется, и воздух начинает по-другому давить на барабанную перепонку. И приходится, так сказать, дополнительно прочищать уши, можно сказать так, продувать их, затыкая себе нос. Так, далее. Внутреннее ухо находится в полости височной кости и представляет собой костный лабиринт, внутри которого расположен перепончатый лабиринт. Пространство между ними и внутри перепончатого лабиринта заполнено жидкостью. В лабиринте различают улитку, орган слуха, преддверие и полукружные каналы, орган равновесия. Внутреннее ухо отделено от среднего перепонкой овального окна. Улитка свернута наподобие раковины в 2,5 оборота. Внутри перепончатого лабиринта находится звукопринимающий аппарат, спиральный орган. Он состоит из нескольких рядов клеток с тончайшими волосками, по 60-70 у каждой клетки. Эти волосковые, это волосковые слуховые клетки. В одной улитке их около 24 тысяч. Над волосковыми клетками нависает покровная мембрана. И вот, собственно говоря, здесь вот на рисунке, на схеме, четко показано, где что находится. Звуковые волны проникают в слуховой проход и вызывают колебания барабанной перепонки, которые приводят в движение косточки среднего уха. Они действуют как рычаг и увеличивают давление звуковой волны при передаче с барабанной перепонки на перепонку овального окна в 50 раз. Поэтому даже слабые звуковые волны достигают внутреннего уха. Колебания перепонки овального окна вызывают колебания жидкости, которые достигают рецепторного аппарата уха – спирального органа с волосковыми клетками. Их мельчайшие волоски, ударяясь о покровную мембрану, возбуждаются. Возникающее возбуждение по волокнам слухового нерва направляется в мост, средний, промежуточный и височный область коры – центральную часть слухового анализатора. Здесь формируются слуховые ощущения, распознаются звуковые сигналы. Вестибулярный аппарат. Во внутреннем ухе находится и вестибулярный аппарат. Он включает три полукружных протока и два мешочка, овальные и круглые, находящиеся ближе к улитке. Полукружные протоки расположены в трех взаимно перпендикулярных плоскостях, что соответствует трем измерениям пространства. Вспоминайте геометрию. Протоки и мешки – замкнутые резервуары с жидкостью. В мешочках имеются волосковые клетки, погруженные в студенистую массу. Изменение положения головы и тела меняет положение волосков, тем самым раздражает рецепторы. Нервные импульсы поступают в средний мозг. Центры вестибулярного анализатора тесно связаны с мозжечком и гопаталамусом. Заканчивается вестибулярный анализатор в коре конечного мозга. Информация о положении тела поступает в мозг, а затем идет команда мышцам, ответственным за сохранение позы или перемещения. Вопросы. Какие отделы включает орган слуха? По сути, это три отдела. Наружное ухо, среднее ухо и внутреннее ухо. При этом все эти уши имеют еще и свои определенные отделы. Каким образом происходит восприятие звука? Довольно-таки сложным образом, потому что звук перемещается по каналу уха, проходит наружное, идет через среднее и доходит до внутреннего, где в итоге заканчивается в специальном органе. В этом органе находятся клетки, имеют специальные волоски выросты. И колебания этих волосков, они, собственно говоря, и передают нервные импульсы. И, собственно говоря, вот эти волоски, они и воспринимают слух в окончательном его виде. Назовите основные части вестибулярного аппарата. В чем заключается его значение? Ну, вестибулярный аппарат – это три полукружных протока и два мешочка, овальный и круглый, которые находятся ближе к улитке звукового аппарата. И, собственно говоря, вестибулярный аппарат отвечает за восприятие равновесия. То есть, наше тело относительно пространства. Оно где, собственно говоря, находится. Вот это и является в данном случае главным. Вестибулярный аппарат, по сути дела, довольно-таки прост. Жидкость, находящаяся внутри мешочков, в том или ином виде. Если мы меняем положение тела, меняется эта жидкость, при этом внутри мешочки покрыты волосками. И жидкость раздражает эти самые волоски. И, таким образом, мозг начинает понимать, благодаря сигналам от этих самых волосков, в каком положении тело. А вот, собственно, три полукружных протока, они позволяют здесь и сейчас определить, наклоняется наше тело или нет, и в какую сторону наклоняется. И, благодаря этому, мы четко можем определить, так сказать, не шатает ли нас. Ну и, разумеется, значение вестибулярного аппарата в том, что мы можем, благодаря ему, ровно и спокойно ходить. То есть, мы можем определить, так сказать, не шатает нас и все тому подобное. Где наше тело, как наше тело, как оно движется, как должно двигаться. То есть, благодаря вестибулярному аппарату мы создаем равновесие своего тела. Спасибо.